МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Материальный мир» и я, Михаил Филиппов. Представьте, что ваша квартира или офис – это конструктор. Который вы можете собирать как вам угодно. Неплохо, правда? А самое главное, что это реально. Зонирование пространства – тема нашей сегодняшней программы. Как только человек научился обустраивать свое жилье, он сразу начал разграничивать пространство внутри дома. Многие кочевые народы с древности использовали несущие конструкции, на которые крепились ковры или шкуры животных. Такие перегородки можно было легко переносить с места на место. В Японии и Китае зонирование пространства стало целым искусством. С древних времен для этих целей стали использовать так называемые фусумы – по-нашему ширмы. В Европу азиатскую передвижную стенку в XIII веке привез путешественник Марко Поло. Так ширма завоевала мир. Кстати, слово «ширма» – это немецкое слово, и на русский оно переводится как «щит» или «заслон». А у французов этот предмет интерьера называется «экран». У итальянцев же ширма называется «перевентал», что в дословном переводе на русский язык означает «защита от ветра». Вторая мировая война оборвала развитие ширмы в Европе. Однотипные складные панели остались только в общественных заведениях, конторах, банках и больницах. В конце 1970-х годов в Европе и Америке легкие перегородки стали активно применять в офисах. Высокая арендная плата в больших компаниях вынудила бизнесменов подумать о рациональном использовании помещения. Вошли в обиход так называемые помещения «open space», которые, к слову сказать, тоже попали в Европу из Юго-Восточной Азии. Офисные перегородки стали настоящим спасением для владельцев компаний. В нашей стране они впервые появились в начале 90-х. С тех пор эти офисные конструкции постоянно усложнялись и совершенствовались. В результате современный офис практически невозможно представить без этих полезных конструкций. Офисные перегородки – это настоящая находка для современных компаний, особенно для тех, которые ограничены в помещении. Я направляюсь в шоурум офисных перегородок, где все о них и узнаем. Шоурум офисных перегородок – это не просто магазин или выставка. Это реально действующий офис, в котором работают люди, где можно посмотреть на каждую модель ее действий. Глядя на все это разнообразие и оригинальность решений, я убеждаю, что любое рабочее помещение сегодня может рассчитывать на офисные перегородки по своим индивидуальным потребностям. Причем не только функциональным, но и декоративным. Дмитрий, скажите, пожалуйста, что такое офисные перегородки и чем они отличаются от стен? Перегородки являются продолжением стен. Изначально всегда были стены, и появлению новых потребностей у людей стали появляться новые функциональные значения у стен, визуальные, дизайнерские и так далее, и появилось такое направление вообще в мире, как перегородки. И не могли бы Вы рассказать, какие виды бывают? Давайте посмотрим на примерах, представленных в нашем офисе. Пойдемте. Начнем рассказ вот с этих систем. Называется стационарная система перегородок. В данном случае стандарт. Характерная его особенность – это применение в офисах, ну, уже класса А, класса Б. В чем особенность этой конструкции? Основное отличие этих перегородок и их характеристик – это их стационарность. Все-таки эти перегородки устанавливаются в достаточно продолжительное время. Здесь проходит проводка. Здесь включатели стоят и розетки. Часто это называют, ну, эту перегородку стеклопакетом. Конструктивно она решает этот вопрос таким же образом. Там действительно два стекла, значит, хорошая система уплотнения для повышенной звукоизоляции. Стационарные офисные перегородки относятся к типу быстро возводимых конструкций. Они надежно крепятся к полу и потолку, обладая, кроме повышенной звукоизоляции, так называемой жесткостью, то есть устойчивостью. Удобство заведенной внутрь перегородки электрической проводки оценили не только офисы. Таким конструкциям также нашли применение в торговых центрах и других общественных заведениях. Со временем клиентов, у клиентов расширяются потребности в том, что они хотят. И на сегодня, скажем, эта перегородка часто спрашивается в опции, когда в ней отсутствуют вот такие, ну, относительно массивные элементы каркаса и, значит, более воздушные требуются перегородки. Мы можем увидеть это вот в следующем ее исполнении. Эти перегородки изготовлены из цельного закаленного стекла толщиной 8-10 миллиметров. Прозрачные секции соединяются без помощи профилей, стык-встык. Декор перегородки решен при помощи наклеенной матовой пленки, которая слегка скрывает, что внутри, при этом сохраняя воздушность пространства. Следующим запросом этой системы было сделать перегородку не то, что не до потолка, а перегородку совсем низкую. Чтобы человек, встав, например, мог коммуницировать с другими людьми, мы подумали, придумали вот такое. Это можно уже сказать следующим классом офисных перегородок. Мы называем их мобильными перегородками или перегородками для open space. По своей сути, это элемент мебели. Мобильные перегородки сохраняют пространство открытым. В то же время место каждого сотрудника изолировано, ничто не мешает работе. Такие легкие конструкции не крепятся ни к полу, ни к потолку. Это своеобразные модули, которые могут быть отделаны различными материалами, от пластика до текстиля, скрепленные между собой соединительными стойками. Такое решение для офиса параллельно оснащается под заказ офисной мебелью и аксессуарами. Есть что-нибудь более глобальное, более сложное? Да. Давайте посмотрим. Здесь совмещена и жесткость систем, и акустика повышенная, и при этом найдены решения, создающие оптическую цельность, прозрачность конструкции. Например, здесь нет видимых массивных решений в каркасе. А вот все двери работают именно как стандартная дверь открывания вперед-назад? Здесь мы можем видеть, в общем-то, ответ на ваш вопрос. Это дверь, которая не просто откатывается, это дверь, которая скатывается внутрь перегородки. И что это дает? С точки зрения организации пространства, это позволяет, может быть, где-то в коридоре, да, не открывать дверь. Для этих универсальных по своим качествам перегородок подойдет дверь с любой траекторией открытия, в зависимости от особенностей помещения. Приятная особенность. Система обрамления скрыта, а надежность конструкции удачно сочетается с элегантным дизайном. Сейчас я вам продемонстрирую третье направление в офисных перегородках, которое называется трансформируемые стены или раздвижные стены. Вот это именно та конструкция, которую мы, наверное, в компании любим больше всего. Это наиболее свежий продукт на рынке и вообще в мире. Прямо покажу, как он функционирует. И сразу будет понятно его функциональное назначение. Разборка и перемещение происходят достаточно просто. Стены складываются и переводятся в такое положение. И в результате получается вот такой вот большой офис, конференц-зал? Да. В собранном состоянии стена по своей звукоизоляции сравнима с хорошей кирпичной. Пара поворотов ключа и надежная панель превращаются в легко трансформируемые секции. Легким движением перегородки перемещаются к стене, открывая пространство соседнего помещения. Складные секции состоят из алюминиевых профилей и панелей, отделанных декоративным покрытием. Сколько такая система стоит? Ну, порядок ее величины и сел не дешевый. Это в районе 500 условных единиц будет стоить. Стоимость стандартных перегородок может составлять от 4,5 тысяч за один квадратный метр. Цена мобильных перегородок в среднем колеблется в районе 3 тысяч рублей за один модуль. Новые заказы клиентов рождают новые виды перегородок. В конструкторском отделе функциональность будущей панели рассчитывается сначала по чертежам, а затем при помощи компьютерной программы доводится до совершенства. В архитектурном отделе точные расчеты обретают привлекательную внешнюю оболочку. Здесь в компьютерной программе специалисты создают модель будущего дизайна офисных перегородок для конкретного помещения. Так рождается новое и совершенствуется старое. Далее в программе. Вот это тот самый завод, на котором производятся офисные перегородки. Здесь и сейчас специально для нас вырежет логотип нашего телеканала Недвижимость ТВ. По традиции я решил разобраться во всем сам, поэтому приехал сюда, в Московскую область, в Домодедовский район. Вот это тот самый завод, на котором производятся офисные перегородки. Мы о них уже достаточно знаем, а сейчас увидим, как именно они делаются. Завод по производству офисных перегородок на первый взгляд напоминает огромный склад, где хранятся всевозможные стальные профили, стеклянные и деревесные листы. На самом деле здесь из них производят перегородки различных конструкций. Каждая партия изготавливается на заказ, поэтому товар не залеживается на складе. Вот эта длинная алюминиевая шпала, которая называется профилем, есть основа для нашей будущей перегородки. Здесь их очень много. Профили бывают разных форм. Квадратные, прямоугольные, круглые, треугольные. После того, как они сюда поступили, они отправляются в слесарный участок, где их режут и фрезеруют. До обработки профили находятся прямо в цехе, в специальных конструкциях, так называемых кроватках. Путь стального профиля по линии производства начинается со специального станка резки. На нем, в соответствии с заказом, профиль нарезается на определенные длины. Каждая остальная шпала в нашей будущей перегородке проходит через руки мастера, который контролирует обрезку. От регулировки длины до удаления готового профиля со станка. Дальнейшая обработка профиля происходит на фрезеровочном участке. Здесь в нем пробиваются отверстия для сборки и замков. Прорезанный обработанный профиль – это фактически готовый каркас будущей перегородки. Теперь он отправляется на сборку, в то время как в цехах завода изготавливают другие детали перегородок. Офисная перегородка состоит не только из профиля, но и также из стеклополотна. Оно сюда приходит в виде вот таких вот слэбов. А затем этот слэб поступает на стол резки, где его режут под нужный размер. Для стекления офисных перегородок используют цельные стеклянные листы большого формата. Чаще это полированное стекло российского производства. Для работы с такими большими размерами стекла на заводе используют специальную технику. Транспортировка стекла на автоматический стол резки происходит при помощи специального устройства. Оно оснащено вакуумными присосками, которые надежно захватывают лист и доставляют его на стол. Для облегчения загрузки стекла стол поднимают до вертикального положения. Именно в таком состоянии из стола автоматически выдвигаются упоры для установки стекла. Они крепко зажимают лист. После этого стол опускает, и автомат режет стекло на нужные размеры. А это очень интересный станок. Здесь происходит фигурная обработка стекла. И дабы продемонстрировать его возможности, здесь и сейчас специально для нас вырежет логотип нашего телеканала. Недвижимость ТВ. Теперь у нас есть логотип из стекла. Автоматическая обработка стекла происходит в специальном закрытом боксе. Для закрепления стекла во время работы используются все те же вакуумные присоски. Машина выбирает сверло, которым делается первое отверстие. Во время резки стекла на него подается вода. Она ослужает детали аппарата и помогает стеклянной пыли не разлететься по сторонам. Далее машина выбирает следующее сверло для обработки. В завершение шлифует стекло. После резки и обработки стекло отправляется на следующий станок, где оно чистится и сушится. Для производства перегородок используют также огнеупорное стекло. Оно представляет собой многослойную композицию силикатных стекол, которые склеены неорганическим гелем. Из-за этих особенностей резка такого вида стекла происходит на специальном станке только в вертикальном положении. Противопожарная система офисных перегородок, созданная на основе таких стекол, применяется в банках, производственных и складских помещениях. Одним словом, местах, имеющих повышенные требования противопожарной безопасности. Следующий этап производства наших панелей происходит здесь. Тут для них делаются двери, а также облицовочные панели, которые затем поступают в цех сборки. Двери и панели для перегородок производят на мебельном участке. Для их изготовления используют ДСП или древесно-стружечные плиты. Резка листов из ДСП полностью автоматизирована. Листы загружают внутрь станка, из которого выходят детали нужных размеров. На отдельном участке происходит операция кромления или обработки кромки для создания аккуратного ровного края. После этого панели шлифуют, вручную убирают лишние стружки. Теперь лист ДСП почти готов к тому, чтобы заполнить пространство между профилями будущей офисной перегородки. Осталось только снабдить его отверстиями для креплений и замков. Отверстия просверливаются на предназначенном для этого станке. Здесь же при помощи специальной щеточки с поверхности листа удаляется вся лишняя стружка. Панели и двери офисных перегородок могут принимать любые оттенки. В этом можно убедиться здесь же. Ну а здесь происходит финальный этап – сборка. Здесь все комплектующие собираются воедино. И наша перегородка готова. Все комплектующие перегородки попадают в цех сборки. Здесь вручную, шаг за шагом, происходит заполнение перегородок модулями. Для того, чтобы собрать один модуль знакомой нам офисной перегородки, специалисту требуется всего несколько минут. Шуруповерт, штапик, умелые руки – и все готово. Практически ручная работа, а при соблюдении правил эксплуатации прослужить такая перегородка может неограниченное количество времени. Каждый заказ офисных перегородок упаковывает в свой контейнер и присваивает ему определенный код. По этому коду водитель погрузчика различает нужную партию и отвозит ее на погрузку к месту назначения. Далее в программе. Осталось только увидеть монтаж и как происходит разделение рабочего пространства. Перед нами поставлена непростая задача установить здесь подвижную перегородку. Мы уже достаточно много знаем о перегородках. Осталось только увидеть монтаж и как происходит разделение рабочего пространства. И мы станем свидетелями этого процесса прямо сейчас. Мы имеем вот такой просторный кабинет, который планируется разбить на две зоны. Но прежде чем мы станем свидетелями возведения здесь офисной перегородки, заглянем в отдел проектирования, где нам расскажут о технических сторонах этого процесса. Сергей, скажите, пожалуйста, какие задачи стоят у проекта по разделению рабочего пространства? На данном объекте у нас довольно типичная задача. Имеется большое помещение переговорной заказчика. Который используется для крупных совещаний. Все остальное время, чтобы его использовать эффективно для переговорных, его нужно разбить на несколько небольших помещений. Между помещениями должна соблюдаться звукоизоляция. Перегородка при необходимости должна быстро разбираться и убираться в то место, где она не мешает. В данном случае заказчик попросил разбить помещение примерно в соотношении к 2-3. Нам задали ось, по которой мы будем ставить перегородочку. И показали зону, куда можно будет откатывать секции, чтобы они не мешали с преэксплуатацией. С решением такой задачи крепление при установке перегородок может столкнуться также на мансардных этажах и в помещениях с высокими потолками. Капитальное перекрытие в которых находится на высоте 8 метров. В этом случае, чтобы не занимать лишнее пространство, на высоте 3-4 метров устанавливается несущая балка, которой крепится вся конструкция. Ну а вот это то самое место, в которое скоро будет установлена трансформируемая перегородка. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Евгений, расскажите, пожалуйста, что в скором будущем будет здесь? Клиентам перед нами поставлена непростая задача установить здесь раздвижную перегородку. Он хочет получить одновременно и большую переговорную, и несколько независимых помещений. Мы здесь собираемся смонтировать металлоконструкцию, на которой потом установлен алюминиевый монорельс, по которым будут ездить секции. Это части перегородки, которые могут быть складываться в зоне паркинга. Зону паркинга мы будем делать у окна. Наша перегородка звукоизоляционная, поэтому панель имеет большой вес. Как мы видим здесь, ни к подвесному потолку закрепиться нельзя, и металлоконструкция тоже, здание для этого не предназначено. Значит, здесь мы ставим свою металлоконструкцию, независимую, опираем ее на бетонное основание, и далее навешиваем свои конструкции. То есть металлоконструкцию несущую и алюминиевую направляющую, по которой будут ездить секции. Монтаж всей конструкции занимает три дня. В первые два дня происходит подвеска направляющих. Это грязная работа, для которой лучше всего очистить кабинет от мебели и застелить пол. Работать в помещении в этот период нежелательно. Особенности нашей установки заключаются в том, что прежде всего нам необходимо возвести независимую металлоконструкцию, которая будет опираться на бетонное основание и держать будущую навесную перегородку. После установки этой дополнительной силовой конструкции в потолок монтируется основная балка, по которой проводят направляющие. Сюда же монтируется зона паркинга для роликовых подвесов. В целях безопасности раздвижные панели снабжены сразу двумя роликами. Если один откажет, то работать будет второй. В последний день установки происходит нарезка самих секций, которая по сложности работ сравнима со сборкой мебели. Удивительно, что такая тяжелая конструкция крепится к потолку. Получается, что секция висит на рельсах и с полом никак не завязана. Это дает дополнительное преимущество – под ногами ничего не мешает. Между панелями и полом остается зазор в 25 мм, чтобы компенсировать неровности пола. Как же тогда насчет звукоизоляции? Ее обеспечивает специальный выдвижной элемент – порожек. Офисные перегородки – продукт очень индивидуальный, поэтому цены на установку не поддаются градации. Как правило, установка уже заложена в стоимость самих перегородок. Напоминаем, что в среднем один квадратный метр стандартных офисных перегородок стоит около 4,5 тысяч рублей. Мобильных – 3 тысячи рублей за один модуль. Разделить пространство можно также с помощью книжных полок или стеллажей. Такое зонирование называется прозрачным. Оно способно придать ненавязчивую воздушную атмосферу в вашем помещении. Итак, мы узнали, что зонирование пространства в офисном помещении происходит при помощи офисных перегородок. Перегородки различных модификаций сегодня решают как практические задачи, так и эстетические. Мобильные перегородки образуют открытое пространство в офисе с индивидуальными секциями работы сотрудников, просты в монтаже. Стандартные перегородки обладают отличными звукоизоляционными свойствами и устойчивостью, четко деля помещение на зоны. Стеклянные панели могут принимать различные декоративные формы. Офисные перегородки трансформируемого типа созданы специально для мгновенного деления или объединения пространства. Чтобы разделить одно помещение на два полноценных независимых друг от друга кабинета, не требуется особых усилий. Офисные перегородки успешно используют в торговых и фитнес-центрах, банках и других общественных организациях. На сегодняшний день это лучший способ рационального деления пространства. Вот таким вот образом вы можете трансформировать внутреннее пространство помещения. А на этом у меня пока все. До встречи через неделю на канале Недвижимость. Пока! Если вы хотите стать участником нашей программы, свяжитесь с нами по координатам, указанным на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok